Всем привет, друзья! В этом видео я собрал для вас короткую видео инструкцию о том, что же нужно делать в аэропорту Шарджа, когда вы прилетаете на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. В целом, аэропорт довольно интуитивный, никаких сложностей, но если вы абсолютно не владеете английским языком, то на русском языке подсказки вы не дождетесь. Но, посмотрев это видео, я думаю, вам будет гораздо комфортнее в аэропорту Шарджа, если вы туда прилетаете первый раз. Друзья, после посадки, не знаю, как будет постоянно, либо не постоянно, на данный момент мы идем по телетрампу непосредственно в терминал аэропорта Шарджа. Да, может быть такое, что высадка туриста может быть на взлетную полосу, и тогда Шаттлбасс подвезет вас к аэропорту Шарджа. Ну, на данный момент мы выходим и идем через телетрампу с самолета непосредственно в сам терминал в аэропорту Шарджа. Значит, после того, как вы попали в сам аэропорт, вам нужно пройти на паспортный контроль. Подсказки в аэропорту есть, желтыми буквами написано «Aerals», это на английском, на русском означает «прибытие». Вот идете по этим указателям на прохождение паспортного контроля. В целом, я в этом видео постарался отобразить полностью маршрут из самолета до паспортного контроля, чтобы вам было понятно, как вам нужно передвигаться в аэропорту Шарджа. А вот так, друзья, выглядит помещение, в котором проходит паспортный контроль. Значит, смотрите, здесь несколько кабинок с паспортным контролем. Возле каждой кабинки есть специальное устройство, которое сканирует сетчатку глаза. Значит, если вы прилетели с семьей, то все паспорта членов семьи, к примеру, папа, мама и ребенок, вы подходите и даете вместе. Также вы по очереди проходите сканирование сетчатки глаза. Ваши паспорта проверяет сотрудник таможенной службы, ставит вам штампы и дальше вы идете на выход. По пути вы пройдете еще один контроль, то есть проверят вашу ручную кладь, она проедет через сканер. И дальше вы спускаетесь по эскалатору на нижний этаж, после чего вы попадаете в зал, где туристы получают багаж. Лент здесь немного и над каждой лентой есть монитор, на котором указана информация, от которого рейса выезжает багаж по этой ленте. Смотрите, трафик в аэропорту шар же большой, поэтому если вы долго проходили паспортный контроль, то, значит, соответственно, после того, как туристы забирают весь багаж, сотрудники аэропорта снимают багаж с ленты и он стоит возле ленты. Поэтому, если вы долго проходили паспортный контроль и не нашли на мониторе вашего рейса над лентой, поэтому ищите тогда ваш багаж возле какой-то ленты. Дальше, после того, как вы получили свой багаж, вам нужно направляться на выход. Для этого есть подсказки, желтыми буквами на черном фоне со стрелочкой написано EXIT на английском языке. Вот, направляетесь в эту сторону. Там вы проходите еще один контроль, после чего, смотрите, значит, какая ситуация была у нас. Значит, моя супруга с ребенком, у них был средний чемодан. Они проехали, его не проверяли. У меня был основной большой чемодан, значит, его еще раз там просканировали. Ну, у нас там был самокат, естественно, пришлось вскрывать чемодан, чтобы они посмотрели, что это такое. Но никаких вопросов это у таможенных сотрудников не вызвало, поэтому они улыбнулись и пожелали хорошего отдыха. После чего вы выходите из здания аэропорта. Дальше, ищите вашу принимающую сторону. У нас был туроператор JoinUp, соответственно, мы искали нашего гида с табличкой JoinUp. Значит, подходим к своему гиду, говорим вашу фамилию, вас отмечают в списке туристов и подсказывают, где находится трансфер. И дальше вы идете искать свой автобус, на котором поедете в гостиницу. Сразу скажу, это недалеко, буквально там несколько десятков метров. Сложности найти свой трансфер, в принципе, у нас не составляло. И более детальное видео о том, как найти свой трансфер, как пройти от того момента, когда вы встретились с гидом до своего автобуса, будет отдельное видео, друзья, на нашем канале PSN Travel. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самой полезной и нужной информации о том, как путешествовать всегда только выгодно, безопасно и только с положительным впечатлением. Продолжение следует...